Здравствуйте, наши уважаемые зрители! В эфире программа «Подмосковные вечера». Наш сегодняшний гость – Александр Семчев. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Несколько раз в день из телевизионных экранов на нас смотрит лицо довольно плотного молодого человека, забывающего обо всём за бутылкой пива. Рекламное лицо года – так называется премия, которую вы в своё время получали. Да, да, да. И тем не менее, один из ведущих, талантливый актёр известного российского театра «МХАТа» имени Чехова Александр Семчев. Да. Александр, репертуар во «МХАТе», насколько я понимаю, в основном у вас комедийный, ну, если не говорить о Тартюфе, да, о роли в Тартюфе. Как выглядит репертуар? Ну, в общем, к моему сожалению… Да, комедийного. Комедийные роли второго плана. То есть, я не герой, это понятно, да, по мне. Потом… Почему? Ну, нет, разумеется, я в душе герой. Гамлет – герой или не герой? Герой, конечно, конечно, герой. Описание Гамлета? Ну, как… Мы все помним? Да, конечно, ему было 31-го, был лысый, да. И на Смутноноскова был совсем, в общем, наверное, не похож. Абсолютно, абсолютно. Да, это ваша правда. Ну, в общем, да, репертуар у меня комедийный, в основном. Ну, такой, как бы, он пограничник. Гранич и комедия, и драма, так скажем. Александр, я хотела бы дальше и дальше сейчас поговорить о театре. Я думаю, что мы все-таки это и сделаем. Но, тем не менее, вот тот экранный образ, который мы видим действительно несколько раз в день, вы производите впечатление настолько оптимистичного, энергичного, улыбающегося. И, насколько я знаю, вы же номинировались на «Чайку» на премию «Улыбка». Было такое дело? Это было года два назад, что, или три, да, за роль комика в спектакле. Самое главное – это появление, какая пьеса в постановке романа «Козака». Да, но не дали. Не дали. Не дали. Так или иначе, то есть, я не знаю, как нужно изловчиться, и что нужно сделать, чтобы получить премию «Чайка». Ну, правда, не знаю, хотя порой смотришь, ну, что же такого люди сделали, казалось бы, такого необычного, что, ну, там, вероятно, есть какие-то пристрастия. Ну, я думаю, что всегда, всегда можно надеяться и всегда стоит надеяться. Ну, как надежда юноша питает, на самом деле. Да, поскольку я уже не юноша, а человек достаточно взрослый. Но не пожилой? Не пожилой, нет. Ну, то есть, я не уповаю. То есть, я занимаюсь своим делом, а там, может, как Бог заст. Так я почему начала, собственно, говорить обо всем этом? Вы производите действительно впечатление человека оптимистичного, а сейчас вы такой грустный и уставший. Все началось, да, с рекламы, опять-таки же. Появилась реклама, появилась узнаваемость, появилась работа, слава Богу. То есть, есть некая машина, которая закручена, она уже помимо тебя работает, есть звонки, есть графики, есть карандаш, есть... размечаешь себе, где, что, во сколько, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, востребованность большая, как вы считаете? Есть, есть, есть определенная... Разумеется, наверное, хотелось бы побольше бы. Побольше и покачественнее, так скажем. Затем... Есть работа в театре, назревают съемки, есть идущие уже работают, на первом канале я веду детскую программу. А вот эта автопрограмма ваша, она продолжается? Ее, к сожалению, сняли. Ее сняли. Очень интересная была программа. Вы знаете, она мне... Я ее любил тем, что она, как сейчас принято говорить, она не грузила, да, то есть, там не было никакого давленческого момента, то есть, там были некие сюжеты о наших местных чудаках, и не более того. Ну, видно, кому-то это не нравилось, кто-то не захотел финансировать, и так далее, и так далее. Да бог с ними. Что-нибудь появится новое, обязательно. Может, сейчас буду работать с Кларой Новиковой, тоже, по-моему, на первом канале, если там все удастся. Это по телевидению. Кино тоже начну с марта плотно работать. Просто не хочется говорить о прожектах, да, потому что... Не сглазить. Да. Хорошо, о прожектах не будем. Тогда, вы сейчас упомянули финансовую сторону вопроса, фактически, Пиво Толстяк, благодаря вам, ну, так, если честно, вашему лицу, вашему умению, вашему актерским навыкам, на 150% увеличило количество продаж, благодаря этой рекламе. Вы как-то с этого... Как у нас в быту говорят, вы с этого что-то поимеете? Нет, ничего не поимел. Ну, ничего не поимел. У нас нет такого. У нас нет такой ситуации, да, что там, я имею какой-то процент с продаж, да. У нас не принято, иначе бы они... Им пришлось бы заплатить приличную сумму достаточно. То есть, была сумма, говорим, на контракт, и не более того. Нет, безусловно, у нас не принято говорить о том, сколько вы получили, я ни в коем случае не задаю этого вопроса. Я верю. Но мне хотелось бы понять, вот, насколько реклама, в принципе, материально освободила вас, то есть, освободила вас от материальных проблем? Частично освободила. То есть, можно сказать, что вы стали благодаря рекламе состоятельным, финансово благополучным человеком? Да, ну, а что вы говорите? То есть, в корне ничего не изменилось? Нет, ничего не изменилось, абсолютно. Также приходится бегать по пяти местам одновременно, для того, чтобы хоть как-то работать, для того, чтобы как-то жить. Вот, когда мы говорим о популярности, с одной стороны, вот это как бы две стороны медали. С одной стороны, кажется, что популярность даёт возможность выбора, даёт возможность свободы и работы. А с другой стороны, ну, вот в данном случае, если говорить о вас, мне кажется, что любое явление, когда оно перерастает в какой-то уже вариант гипер и супер, это уже тоже какая-то сложность и проблема. Вот эта суперпопулярность сегодняшнего дня ваша, как вы её на себя ощущаете? То есть, когда ваше лицо приходит по несколько раз в день домой к людям? Никак. Я не считаю, что я супер, там, гиперпопулярен. Во-первых, потому что... Узнаваемый, скажем так. Узнаваем, да. На 200% узнаваемый. Узнаваемый. Ну, как бы эта узнаваемость, она начинается от... Ну, что она привносит в вашу жизнь? Улыбок, да, людских до хамства. Да, то есть... Хамство? Ну, людское хамство элементарно. Плюсы, я не знаю. Ситуация с ГАИ разрешается. Дальше. Какие-то дисконтные карты. Да, то есть скидки есть. Чего ещё? Минусы. Минусы. За рукав не дёргают? Вот такого плана. Вот это и есть. Это минусы. Люди позволяют себе почему-то в моём присутствии, говорят, там, скажу, а во мне в третьем лице абсолютно. То есть не задумываясь. Не на секунду, да, там, о каких-то нормах поведенческих, не знаю. Александр, вот доводится вам, ведь, ну, всякий нормальный человек, ну, в какой-то период своей жизни, он бывает же, наверное, на улице, в ресторане, в кино, там, ну, вот хотя бы в ресторане, да. Вот вы вообще можете себе позволить появляться в таких местах? Нет, безусловно, конечно, я человек, выпивающий, в меру. Я хожу, я хожу по ночным клубам, по ресторанам, безусловно, я хожу в магазин, так же покупаю картошку, как и все остальные. Ну, в общем, это нужно, да, это необходимо, но, к сожалению... Ну, как бы не знал, что-то питать себя как чем-то, как бы, да. Да, и, ну, по-разному что-то воспринимают, ну, и я, как правило, хожу в одни и те же магазины, и в одни и те же заведения, в смысле, увеселительные. Скажите, те самые продукты, которые вы рекламируете, ну, мне так хотелось спросить, так продолжить мысль, а пиво Толстяк пьете вы или нет? Ну, конечно, я понимаю, что это будет еще большая банальность, поэтому я так аккуратно предпочту спросить, какое конкретно пиво? Почему, то есть, мы закончили все отношения с этой фирмой в мае прошлого года, у нас, значит, вышел пять роликов Толстяка, а не вышел шестой ролик, на мой взгляд, самый главный ролик, это ролик, отвечающий за качество пива. То есть, я понимаю, то, что Толстяк по уровню цен, да, это такой бренд народный, то есть, для людей, для, я не знаю, там, так скажем, среднего достатка. И меня всегда смущало, и мне люди выговаривали в это в глаза, о том, что пиво-то плохое. Что ж ты рекламируешь-то? Ну, я как-то уходил от ответа, что-то еще, еще, еще. Ну, по-моему, теперь, слава богу, слава богу, на самом деле, сейчас вопрос не должен подниматься, потому что есть перетурбации на фильме, изготавливающего этот напиток, что-то еще, 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 появилась литровая бутылка. Ну, потом, что еще? Я думаю, что все будет слава богу, в конечном итоге. Ну, хорошо, вот меня интересует, если, допустим, актер, то есть, атрибут ли это вообще актерской профессии, если актеры приглашают в рекламу, а, допустим, тот продукт, который реклама продает, подает зрителю, ну, скажем, самому человеку, рекламирующему этот товар не нравится. Вот в данном случае вы как это можете? Он же артист. Приглашают артиста, это в каких-то других случаях приглашают людей номинальных, там, моделей и так далее. Если это артисты, то скоро будут любезны и сделают так. Это профессия, это часть профессии. Вот и все. То есть, я, ну, у меня люди воспринимают там, как, как толстяка, потому что был высок рейтинг и все очень часто было в эфире по телевизору, поэтому, да, я стал совпадать с образом толстяка. Ну, прежде всего, я артист, да, я артист МХАТа, я драматический артист, а все остальное, реклама, кино, шоу, мэнство, все, что хотите, это уже часть профессии. Ну, в любом случае, именно потому что вы артист, потому что вы любимый народный артист, именно поэтому, может быть, вам и верят. Я почему говорю может быть, да, потому что, ведь известна же история с актерами, с профессиональными актерами, да, которые рекламировали МММ. Благодаря актерам, фактически, вот этим рекламным роликам, и мы все помним, что случилось потом. Ну, конечно, там, пиво и твикс, это, безусловно, не МММ, но тем не менее. Или какие-то другие продукты, то есть, это продукты достаточно безобидные, но ведь я не случайно спросила, вот, о, действительно, нюансах таких актерской профессии, ведь это же может привести, в общем, действительно к тяжелым последствиям. Именно потому что человек узнаваем, именно потому что человек любим. Что вы об этом думаете? Моральные есть какие-то в этом моменты? Я думаю, что это личное дело каждого. Это должен, простите, каждый принимать свое решение. Будет он заниматься рекламой того или иного продукта или нет? Хорошо, мы так, я так вас прям сразу насела про рекламу, все про рекламу. Я знаю, в одном из своих интервью вы говорили, что вы, на вопрос, женаты ли вы, вы ответили, что вы не женаты, но и не свободны. Что это означает? Ну, это было просто интервью, я не женат, и я не женат. И вообще не женат. Вообще. Вообще не женат. Вот такие интересные подробности выясняются наши уважаемые зрительницы. О, понятно. Про личную жизнь поговорили. Да. Теперь, наконец, мы можем поговорить о самом главном, настоящем, и то, что, как я понимаю, занимает большую часть вашей жизни, это ваша профессия и работа непосредственно в театре и в кино. Но, говорили мы с вами о том, что игралось, да, а что хотелось бы сыграть? Вот вы сами для себя как-то планировали? Угу. Ну, я понимаю, что человек предполагает, да. Да, Бог предполагает. Но в данном случае, я почему об этом спрашиваю, потому что теперь у вас уже все-таки больше возможностей выбора. Ну, нет. Нет. Все равно я служил в Махате, я принимаю, грубо говоря, условия игры, те, что мне предлагает Дарья Павлович. Он мой худрук. В начале этого сезона планов было громадьёв. Я ждал то, что я буду играть Обломова. Я надеялся то, что я буду играть Аргона в Тарсюфе. Я ждал и получил Хлынова в «Горячем сердце» Александра Николаевича Островского. Сейчас репетирую. Но, к сожалению, у меня не получилось так, как я хотел. То есть, я там, грубо говоря, полгода, полсезона театрального я бил баклуши. То есть, в надежде то, что... Вынуждены? Вынуждены, да. То есть, я себя как-то мог немножко отдохнуть, потому что впереди, к концу сезона, будет много работы. И я так, на даче, то играю в спектакли, как-то так существовал. Ни шатка, ни валка. То есть, поэтому появляются в жизни актёры антрепризные спектакли? И поэтому тоже. И поэтому тоже. Дабы заполнить какие-то прогады во время, чтобы шло нормально, чтобы можно было работать, чтобы не простаивать. Спектакль «Человек и джентльмен» по Эдуарду де Филиппа – это единственная антреприза, которую вот сейчас могут увидеть зрители Подмосковья? Или есть ещё какие-то антрепризные спектакли? Есть у меня ещё один антрепризный спектакль. Он очень редко играется. И то в центре, где-нибудь в Москве. Это «Сильвия» пьесы «Герни». Такая история о собачке. Играю я с Георгием Траторкиным, Евгением Павловичем Симоновым и с Челпан Хаматовой. Вот. Это ещё один спектакль. И вот появился вот этот спектакль. Появится. И отношение к антрепризному спектаклю, к игре в антрепризном спектакле, или если бы вы играли во МХАТе, да? Есть какая-то разница? Вот в вашем подходе? Нет. Нет никакой разницы, потому что нужно и там, и там делать дело добросовестно. Добросовестно. То есть, халтура, она не пройдёт. Люди уже не те стали. То есть, антреприз много. Их катают по городам и весям всей нашей России и даже зарубежно. Ушло в то время, когда мы играли в стол, самовар, в два кресла. Всё. Народ не пойдёт. И дорогие билеты, они должны быть чем-то обоснованным. То ли дорогой декорацией, то ли там целые плеяды каких-то известных людей, выходящих на сцену. Не знаю. Нельзя относиться к антрепризе как-то поверхностно. И нельзя их не относиться как к халтуре. Нет, потому что, я думаю, что, коли скоро ты запрашиваешься такие деньги, да, то изволю будет добро соответствовать ситуации. Александр, вот мы сейчас говорили о таком вот вынужденном простое. Насколько я знаю, у вас в жизни несколько раз возникал некий элемент волшебной палочки. Я надеюсь, чуть попозже я попробую пояснить зрителям, что это означает. Ну вот ждёте ли вы какой-то вот удачи, неожиданности чего-то, чтобы вот на голову свалиться какая-то супер-супер роль? Сама придёт и скажет, вот я. Или всё-таки вы ищете эту работу? Или она вас находит сама? Как у вас это происходит? Хорошо, я тогда расскажу о той самой волшебной палочке, немножечко предыстории. Ну, на мой взгляд, это действительно волшебство, ведь вы родились и раннюю молодость свою провели в Вышнем Улочке. И вдруг, ну это же действительно чудо, когда, играя в театре, это достаточно далеко от центра, приезжают люди из Москвы, из Щукинского училища, педагоги, и вдруг говорят, вот он. Я не могу ручаться за дословность, но тем не менее. И вы оказываетесь в Москве, в Щукинском училище. Тут же, сразу же. Вот, и сразу. Я не знаю, я думал, что чудес не бывает. Вот я и как раз и хотела, чтобы вы об этом нам рассказали. То есть, приехал человек из Москвы защищать свой диплом. Ему нужны были люди, там, для того, чтобы он поставил свой диплом на спектакль. Меня распределили задачей на роль, на главную. Со мной был сделан спектакль, человек благополучно защитился. Потом был банкет. Действительно, приехали люди из кафедры, режиссуры. Вышли в Улочок, принимать у человека его работу. И мне было сказано, мне было советовано поступать в Щукинское училище. Вот и все, я собрался и поехал поступать. Ну, вот та самая случайность, судьба, удача. Возможно. Вы знаете, мне вообще как-то везет на людей. В том плане, то ли так звезды сходятся, то ли что-то еще. Но я общаюсь в своем большинстве с людьми приятными, с людьми хорошими. Которые можно как-то так подопереться, что ли, на них, не знаю. Так что мне везет, я везунчик. А что значит человек в таком случае неприятный? Что вас напрягает в людях? Что вы в них не приемлете? Вот мы говорили о хамстве. Хамство, предательство, да. Не люблю я. Когда все, так, спитышка. Что называется. Ну, какие-то такие общепринятые, наверное, вещи, как и у многих. То, что может шокировать людей или вызывать неприятия. А какие качества вы цените в женщинах? Ум. Ум. Я совершенно ненавижу дух. Абсолютно просто для меня, поскольку их много, думаешь, господи, лучше бы ты вообще рот не раскрывала. Понимаете? То ли люди, понимаете, материться. Что-то еще. Двух слов не могут связать порой. Ум. Ум. Что еще? Какие качества? Чувство меры во всем. Там, начиная от макияжа, заканчивая, да, без здорового. Это вкус. Ну, что еще? У меня в Животворе Мхаты есть спектакль. По песне Николая Сильчегоголя, по повести Николая Сильчегоголя, «Строссельские помещики». У меня, Галифанаси Ивановича, как-то мои родные смотрели спектакль. У меня, Вася, старший старший старый, «Вот тебе вот такую жену, смесь с нашей мамой, с моей мамой, и смесь с Пухерей Ивановой». Потому что момент заботы женской о мужчине, он стоит дорогого, на самом деле. Вот. Ну, обязательно, наверное, быть там, синие, пять во лбу. Ну, есть какие-то элементарные вещи. И просто, наоборот, которые мне хотелось бы чувствовать на себе. Хочется элементарной женской ласки, женского тепла. То я тоже оценю очень здорово. Мы сейчас, вот если говорим о заботе, о женской заботе, и в то же время вы говорите, что вы сейчас один. Вы сами о себе позаботиться можете? Да, безусловно. Дома, в квартире? Да, да. То есть вы можете сами приготовить, сами погладить, постирать? Все могу. Ну, как встраивая машина, руки, руки гладят. Терпеть не могу мыть посуду, потому что есть ощущение жирных рук, неприятно. Вот. Да, конечно. Потом у меня есть домработница. Она меня выручает. А в доме? Как он выглядит? Где он находится? Вот вы говорите, что вы любите проводить время на даче. После того, как я остался один, у меня появился пунктик маленький. Я очень четко повернулся на вышний улочок в том плане созидания быта и нужд, допустим, моих близких. Там мама, старшая сестра, племянники. Вот. Я туда все. Туда, 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 туда. Там созидать. А здесь пока нет такого. Ну, Александр, вы так-то сейчас трагически сказали. Вот я остался один. Я не очень люблю задавать такие личные вопросы. Боюсь, показаться не тактичными. Мы просто расстались еще. Просто расстались. Начинается с малейшего, переходит в какие-то, в большую степень какую-то. Да. Ну, насколько я понимаю, ведь ваша гражданская жена, она когда-то была сотрудником банка, потом благодаря вам начала приобщаться к актерской профессии. Никаким образом. А принцессы на бабах? Это раньше. Это раньше. Человек закончился, начался на школу, потом уже университеты свои. Американские. Вот и все. А как выглядит дом ваш загородный? Мы, жители Подмосковья, очень любим эту тему, как раз вот дача загородных домов. У меня два дома загородных на одном участке. То есть, называется, там, где мама, и там, где гостевой. Обыкновенно выглядит у меня. У меня хоромы далеко. У меня обыкновенные брусовые дома. Стандартные, на самом деле. Двухэтажные. Там, обитые вагонки. А территориальные где это? Это под вышлем улочком. То есть, в Тверской области. Да, в Тверской области. В удачном кооперативе. Там, на крайне, просто стоит на отшибе. А вы часто там бываете? Бывал до Нового года частенько. Частенько, потому что мне ставили баню. Мне планировали участок. Бывал. Сейчас в момент цепи, но не могу ездить. Если будет время, то обязательно. Дай Бог, чтобы этого времени было побольше. У нас есть такой традиционный момент в программе. Наш гость обращается к зрителям, которые видят вас в театре, которые видят вас на экранах телевизоров, в кино. Во-первых, постарайтесь не болеть. Во-вторых, как можно меньше расстраиваться, огорчаться. Как можно меньше плакать. А, пожалуйста, по возможности, будьте друг к другу повнимательнее. И денег вам желаю. Как можно больше, чтобы нежели вы в нищете. И, не дай Бог, вам познать, что это такое. Здоровья всем вашим близким, родным. И постарайтесь все-таки не... Короче говоря, постарайтесь созидать. У Гоголя сказано, замечательно, в мертвых душах. Забирайте с собой все человеческие движения. Не оставляйте их на дороге. Не поднимите потом. Грозна, страшна, грядущая впереди старость. И ничего не отдает. Назад и обратно. Могила, милосерднее ее. На могиле напишется, здесь погребен человек. Но ничего не прочитаешь. В хладных, бесчувственных чертах, бесчеловечной старости. Это наш гость Александр Семчев, артист МХАТа имени Чехова. Вы смотрели «Подмосковные вечера». Вела программу Кира Залевская. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова